В 4 часа утра разбойному налёту подверглась обувная мастерская, расположенная в пятиэтажном доме на площади Блюхера. Несмотря на поздний час, сапожник находился на рабочем месте. 45-летний владелец скромного бизнеса здесь и живёт. За 20 лет он видел всякое, попадались и ночные клиенты. Хотя режим работы мастерской вовсе не круглосуточный, мужчина обычно отзывался на неурочную просьбу. Я говорю, что нужно? Извините, нужно сделать быстренькую обувь. Я открываю, всё, маска, мне нож, всё. Сопротивляться разбойникам горожанин и не думал, поскольку противников было трое. Наблюдая за ними, потерпевший пришёл к выводу, что налётчики – уроженцы Кавказа. Это он понял по характерному акценту. Обстановка в мастерской более чем скромная. Несколько пар обуви, компьютер, музыкальный центр. Сначала сообщников заинтересовала коробка с мелочью – рублей 200. Её один подельник пересыпал в карман. Чтобы не уходить без добычи, подельники стали выносить всё подряд и случайно наткнулись на тайник, в котором мастер хранил основной денежный запас на жизнь и расходные материалы. Второй мы говорим. То есть, что с ним брать? Бери вот это всё и уходим. А что это всё? Компьютер. Два принтера. То есть, один чёрный-белый, другой цветной. Аудиосистема, деньги. 60 тысяч у меня было. Уходя, преступники забрали у сапожника мобильный телефон и документы. Кроме того, ночные грохоборы унесли и две пары обуви, которые клиенты оставили для починки. Пропали байкерские полусапоги стоимостью более 50 тысяч рублей и макосины Армани. Некоторое время потерпевший потратил, чтобы в этот глухой час найти прохожего, позвонить в полицию. Служебная собака в поиске налётчиков по горячим следам не помогла. С места происшествия Виталина Кондрахина, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук. С места происшествия Виталина Кондрахина, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук. С места происшествия Виталина Кондрахина, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.